Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белышева. Рекорды эффективности, год работы и меньше 40 проверенных топ-чиновников. Что не так с агентством по предотвращению коррупции? Терпение лопнуло в Егоровке. Люди вышли на протест. Они требуют наказать убийцу украинского моряка. Почему виновный до сих пор не задержан? Линия раскола. Соединенные Штаты охвачены протестами. Как один памятник разделил страну? Когда все в твоих руках и рук вроде бы достаточно, но с результатом проблема. Нацагентство по вопросам противодействия коррупции отмечает свою первую годовщину работы. В честь праздника двери НАПК открыли для журналистов. О чем поведали? Узнаем от Ольги Теребинской. Четыре этажа, десятки кабинетов и сотни работников. И все сегодня готовы к встрече журналистов. Начальники департаментов, каждый на своей территории, рассказывают, чем занимаются и что успели сделать. Вот в департаменте по политкоррупции уже солидный штраф выписали. Открыто выполнение проведено по политической партии Укроп. И там близко 450 тысяч. Это первое стягнение будет. Уже апелляционную инстанцию судовое решение прошло. Открыто выполнение выполнение. Прорушили порядок отримания внески от внескодавцев. Внески собирались в незаконный способ. А вот как живут президент, министры и другие высокопоставленные чиновники знают в департаменте финансового контроля и мониторинга образа жизни. Именно в их руках все декларации политэлиты. Именно в руках. В общей сложности на ПК уже провели 313 полных проверок электронных деклараций 244 человек. Говорят, успели бы больше, если бы не вышеупомянутый ручной режим. На сегодняшний день все, что мы имеем, это система подания оприлюднения информации про, скажем так, ставки и доходы. Нам не выстачает модуля логичного и арифметичного контроля и модуля соединения с внешними реестрами, который бы позволил нам в автоматичном режиме переверять информацию. Но, тем не менее, что-то успевают. Уже есть решение по 39 проверкам топ-чиновников. Результаты четырех передали в НАБУ. Еще примерно по 15 документов рассмотрят на двух следующих заседаниях. Там же обсудят и декларацию главы государства. Но вот ответы на главные вопросы и о перебоях в системе декларирования, и почему так мало дел попадает в НАБУ, и, конечно же, о премиях в 200 тысяч гривен, возможно, завтра даст руководитель на ПК Наталья Корчак. Ольга Теребинска, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер. Вне фракционного депутата Евгения Мураева подозревают в неуплате налогов. ГПУ заинтересовалось всем его имуществом, указанным в декларации за 2015 год. Теперь Мураева проверят внепланово за период с 1998 по 2016 годы. Евгений Мураев в декларации за 2015 год указал наличными 2 миллиона долларов, 1 миллион евро и 18,5 миллионов гривен. При этом, по данным фискальной службы, его доходы за 2007-2015 годы составили лишь 1 миллион 750 тысяч гривен. Именно этим и заинтересовалась Генпрокуратура. Политологов такая реакция ГПУ удивила. Поэтому выдергивание этой ситуации, массива этих деклараций, которых сотни тысяч поданы, выглядит очень особенным подходом, субъективным подходом до конкретного этого декларанта. Еще две недели назад ряд украинских СМИ сообщали о том, что лидеры партии «За життя» Евгений Мураев и Вадим Рабинович разошлись. И что причина – не нашумевшие карибские торги. Когда Рабинович присматривал себе землю на острове Сен-Барт в Карибском море за 12 миллионов евро. А то, что Мураев кругу однопартийцев, прямо обвинял коллегу в работе на власть. Косвенно о возможной работе на власть говорит тот факт, что из двух бывших политических партнеров проверяют лишь Мураева. Хотя за Рабиновичем тянется целый ряд бизнес- и политических скандалов. Фактически с каждым своим соратником он расставался после громких разбирательств и обвинений. Многие эксперты сходятся во мнении, что проверка Мураева – это способ на него давить. И подтверждением этому служит то, что фискальную проверку решили провести лишь одного из двух лидеров партии. Спектаклем назвал нардеп Мураев налоговую проверку. Об этом он сообщил изданию «Страна Юэй». Как сообщает этот ресурс, политик предполагает, что интерес к его имуществу и налогам возник из-за политической позиции. Якобы с момента, когда он стал госслужащим, а потом попал в Верховную Раду, его налоговая отчетность подавалась аккуратно и претензий не было. Нардеп не исключает, что против него могут возбудить уголовное дело, снять неприкосновенность, но, по его словам, убегать либо скрываться он не намерен. Социал-демократическая партия, соцпартия и профсоюзы направили силовикам документы, якобы подтверждающие, что нынешний советник министра внутренних дел Авакова Илья Кива, которого социалисты обвиняют в попытке захвата СПУ, страдает острой формой шизофрении. И по заявлениям лидера социал-демократов Каплина, Кива неоднократно угрожал расправой представителям соцпартии. Протесты в селе Егоровка Одесской области. Уже несколько дней местные жители обсуждают гибель своего земляка, участника АТО Арслана Шейхова. В убийстве моряка люди обвиняют бывшего милиционера и возмущены тем, что до сих пор он находится на свободе. Какова вероятность, что Егоровка может повторить судьбу в Радьевке, выясняли наши корреспонденты. На этих кадрах последние часы жизни Арслана Шейхова. Матрос военно-морских сил АТОшник в родной Егоровке празднует свой 33-й день рождения. Вечером, по словам очевидцев, именинник сядет в автомобиль знакомого, которого зовут Владимир Злой. Вместе они уедут, а в полночь тело Арслана найдет у своих дверей местный врач. Многочисленные травмы, кровоподтеки, но судмедэксперт причиной смерти назовет алкогольную интоксикацию. Возмущается сестра покойного Екатерина. Вот такого мы его нашли. И они говорят, что он умер сам, что он просто упал. Объясните, как можно упасть, если тут вмятины от кастета. В убийстве моряка селяне обвиняют Владимира Злова. Рассказывают, это бывший милиционер, сын влиятельных родителей. Постоянно устраивает дебоши и терроризирует Егоровку. Сегодня люди собрались на митинг, шокированы тем, что Злова не задержала полиция. Уже не в первый раз он кого-то ломал, кого-то калечил. Его всегда папа откупает. Если он вернется сюда, если его не посадят, его просто убьют тут в деревне, его разорвет. В полиции говорят, у них нет оснований подозревать Злова в совершении убийства. Тем не менее, после возникшего резонанса назначили повторное вскрытие тела. Результаты будут буквально на днях. И если эксперты установят, что смерть была насильственной, подозреваемые могут появиться. Для того, чтобы выключить возможность коррупционной складовой, скажем так, было принято решение о проведении комплексной судово-медичной экспертизы. Очевидцы, между тем, рассказывают, в тот вечер во дворе Злова слышали крики. Затем Владимир вместе со своей подружкой начали грузить что-то в салон машины. Потом он вернулся в дом, через минуту он вышел, открыл дверь и спросил. Дышит? Закрылась дверь, они развернулись и уехали. Сам Владимир говорит, шум во дворе был из-за того, что они наоборот пытались спасти Арслана. Они якобы нашли его лежащим на улице. Я ему делал искусственное дыхание. Вроде бы мы его садим, храпел, все, воздух, пульс прощупался. Я его не убивал, я его даже пальцем не трогал. Это мой товарищ. Жители Егоровки говорят, если выяснится, что результаты расследования фальсифицируют, устроят бунты, по примеру, печально известной в Радиевке. У погибшего моряка остались несовершеннолетний сын и пожилые родители. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесская область. Один из участников перестрелки в Днепре, которая произошла 24 июля, вышел из-под стражи. Он внес 128 тысяч гривен залога. Прокуратура подозревает Давида Побелера в причастности к убийству двух бойцов АТО во время перестрелки. Следователи опасаются, что, будучи на свободе, Побелер может сбежать из страны, таким образом избежать наказания. Чтобы этого не случилось, обвинение планирует обжаловать это решение. Он является гражданом Израиля. Он подозревается о совершении особо тяжелого злочина, которое потягнуло за собой загибы двух человек. Поэтому мы считаем, что это безальтернативный, избежный заход, который мы просим оборвать, а именно держать под вартою, без вызначения заставы. Он не считает себя виновным, он считает себя пострадавшим, потерпевшим по данному делу. И он говорит, что он случайный человек, который случайно попал в эту перестрелку. Ему были самому причины телесные повреждения. И у него как статуса, как потерпевшего, больше другого не может быть. Количество обстрелов на Донбассе удвоилось. Об этом сообщают в штабе АТО. С начала суток ранены двое украинских бойцов. Самая напряженная ситуация в районе Авдеевки. Украинской армии пришлось открыть ответный огонь на поражение. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Позиции под Авдеевкой недалеко от Ясиноватской развязки. Сегодня одна из самых горячих точек АТО. Минометы, реактивные гранаты и крупнокалиберные пулеметы. Боевики боеприпасов не жалеют. Плюс свои коррективы вносит аномальная жара. Почти после каждого обстрела – пожар. Боевики работают хитрестно. Велика ливерными колуметами. Зараз трава немного сухая. Спаливают. ДК потребуется. Как у них, так и у нас тоже. Соблюдаем заходы безопасности. Ховаем все ДК. На пальце Романа кольцо с надписью «Украина». Говорит с легким кавказским акцентом. Он этнический азербайджанец, который воюет за суверенитет Украины, своей родины. Мои батьки с Азербайджаном. Азербайджан? Так. Я проживаю в Киеве много часов. В 2014 году. Почалась война. А это уже Пески. Тоже недалеко от Авдеевки. Напротив – Донецкий аэропорт. Улицы разбиты, артиллерия и боевиков. Ее огонь часто корректируют с воздуха. Боеспилотники каждый день. Начиная с вечера. И практически целую ночь работают. Впрочем, когда снаряды начинают рваться слишком близко, военные открывают огонь в ответ. Когда уже идет минимальный наступ на нашу территорию, приходится отвечать. Начинается с 10-й вечера. Иногда бывает в день. Спонтанно получилось обстрел 120-х, даже 150-ти по войне. Неспокойно и в других секторах зоны АТО. Среди военных есть раненые. В зоне огня, оказывается, и мирные жители. Боевики обстреляли, я считаю, целоспрямованно, будинки мирных жителей. Потому что там видно, что это не позиции Збройных сил Украины. Я понимаю, что кто-то пытается трактовать, что они целы в позиции. Но это уже не впервые Маренко обстреливают и завдают шкодами своему населению. Сейчас жителям, пострадавшим от обстрела, помогают отремонтировать дома. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Динамо требует гарантии безопасности на чемпионате Украины в прифронтовом Мариуполе. Матч седьмого тура Украинской премьер-лиги запланирован на 26 августа. СБУ и МВД проводить матчи в Мариуполе не рекомендуют. Есть ли аргументы у Федерации футбола и готова ли она отказаться от места проведения этого поединка, знает Александр Васильченко. Перенос игр в большом футболе дело нечастое. В основном это бывает в целях безопасности. В 2004-м, во время оранжевой революции, Шахтер потребовал перенести матч с Луцкой Волынью в нейтральную Одессу. В 2006-м, когда обострилась ситуация в Израиле, матч между клубом Макаби и британским Ливерпулем провели в Киеве. Зимой 2014-го, во время революции Достоинства, противостояние Динамо-Валенси состоялось на Кипре. Ситуация с играми в Мариуполе требует того же особого подхода, утверждает вице-президент Динамо Андрей Мадзяновский. Чтобы обезопасить команду и болельщиков, клуб еще три месяца назад обратился к Федерации футбола Украины. Из этих три месяца ни комитет, ни департамент, ни наивысший посадовый особый федерации, кроме голословных заяв популястичных и шоу, не дали нам никакого официального документа и по их обязанности, координации и współпрости работы с правоохранными органами для дать нам и другим клубам Украинской премьер-лиги безопасной логистики. Не только участникам соревнований, но и, впервые, смотрящим. Однако в Федерации футбола Украины проблем не видят. Я считаю, что в этом вопросе мы очень будем жестко ставить на свои позиции. В любом городе нашей страны и вообще в любом городе мира сегодня могут быть любые провокации, террористические акты, угроза массовым мероприятиям, но для этого есть спецслужбы. Относительно мер безопасности футбольный клуб обратился в СБУ, МВД и Управление госохраны. Там в июле официально ответили, что проводить матчи в прифронтовом Мариуполе не рекомендуют. Но сейчас правоохранители заявляют обратное. За три дня до проведения матча стадион неоднократно уже обследовался на предмет запрещенных взрывоопасных предметов. Стадион за три дня взят под охрану сотрудниками полиции. В настоящее время также обеспечивается охрана общественного порядка возле стадиона. Родители игроков детских и юношеских команд футбольного клуба «Динамо» выступили против проведения матчей чемпионата в Мариуполе. Обратились с открытым письмом к высшему руководству страны и президенту Порошенко с просьбой вмешаться и перенести игры в более безопасное место. В связи с тем, что федерация футбола в лице ее главы не прислушалась к обращению родственников юных «Динамовцев». Напомним, что поединки в Мариуполе запланированы на 25 и 26 августа. «Динамовцы» надеются, что Федерация футбола Украины решит вопросы безопасности к этому времени. Александр Васильченко, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер. Более 53 тысяч долларов долга «Приватбанк» пытается получить от депутата-радикала Игоря Масичука. По данным СМИ, банк подал в исполнительную службу заявление о принудительном взыскании. Тот якобы брал 20 тысяч долларов на ремонт квартиры в Василькове еще несколько лет назад. Как утверждает сам нардеп, он перестал погашать кредит в августе 2011-го, когда его арестовали. По данным же «Привата», Масичук последний раз погашал задолженность в 2009 году. Сейчас нардеп задолжал почти 7 тысяч непосредственно кредита и 4 тысячи долларов процентов, плюс пеня – 2 тысячи. Прокуратура Швейцарии открыла уголовное производство против своего же прокурора. Есть информация, что он контактировал с украинскими политиками и разглашал им детали дела о взятках, в котором фигурирует бывший нардеп Николай Мартыненко, который, собственно, и подал это заявление. А сегодня просил Соломинский райсуд столицы отпустить его в Швейцарию для проведения консультации с адвокатами и подготовки к перекрестному допросу. Но ему отказали. Адвокаты не согласны и считают это нарушением прав своего клиента. Уже через месяц они планируют снова обратиться в суд. Туда нужно ехать, собирать нараду, работать с документами, принимать определенные решения и с этими решениями идти к соответствующим органам Швейцарии. Смотрит довольно странно. Когда нужно защищать себя, ты получаешь отмогу. Ты успокоишься на этом? Нет. Я буду дальше бороться за свои права. Для того, чтобы закрывать те фейки, которые выпустили на меня в том числе в Швейцарии в 2013 году. Волна протестов в США. Дональд Трамп прервал отпуск и возвращается в Белый дом. Как последствия столкновений в Шерлоттсвилле спровоцировали противостояние по всей стране, знает Дмитрий Анопченко. Он в Вашингтоне. Люди несут цветы и свечи. Кто-то поет молитвы, кто-то просто останавливается, чтобы постоять, держась за руки. Шерлоттсвилле отходит от шока после событий, о которых сегодня говорит вся Америка. Исторический спор, сносить ли памятник генералу Ли, командующему армией Южан во время гражданской, перерос в открытые столкновения и в итоге в убийство. Все знали, что в выходные готовятся акции протеста, но что до такого дойдет, предположить никто не мог. Тот, кто позвал ультраправых в город, Джейсон Кеслер, после всего случившегося, отважился выйти к прессе. Оправдывается, мол, виноват оказывается не он, а полиция. Случившийся результат того, что полиция Шерлоттсвилля отказалась делать свою работу. Они расслабились и не следовали тому, о чем мы договорились в плане обеспечения безопасности. Но договорить ему не дали. Полиция еле удержала горожан от самосуда. Марши в поддержку жертв трагедии сейчас проходят во многих крупных городах Вирджинии. От активистов и либеральных СМИ досталось и Дональду Трампу, мол, выражая слова сочувствия, использовал слишком уж обтекаемые формулировки и прямо не судил ультраправых. Объясняться пришлось вице-президенту. Президент призвал к единению. Это было от всего сердца. Это был искренний призыв в такие времена, когда страна настолько разделена. Он обращался к тем, кому следует выбросить из головы экстремизм, а также к большинству американцев, тем, кто ценит свободу и справедливый суд. Но оправдания запоздали. Противники новой команды, кто искренне, а кто из политических соображений, уже используют случившееся в Шерлдсфилле против Дональда Трампа. И призывы склеить страну в очередной раз останутся неуслышанными. Слишком уж большой накал страстей и раскол во взглядах между американцами. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Китай ввел санкции против Северной Кореи. С завтрашнего дня Пекин прекращает импортировать из КНДР уголь, железную руду, свинец и морепродукты. Напомню, 5 августа Совбез ООН из-за систематических ядерных испытаний решил усилить давление на Северную Корею и ввел новые экономические ограничения. Пхеньяну они могут обойтись почти в миллиард долларов. КНДР уже пригрозили физическими действиями в ответ на эти санкции, какими именно, не уточнили. Новую объездную дорогу в Польшу построят вокруг Львова. Об этом заявили в Украфтодоре. В скором времени объявят тендер на разработку проектной документации. Планируют, что протяженность новой четырехполосной трассы составит 24 километра. Но как скоро украинцы поедут по этой дороге? О сроках завершения работ в Украфтодоре ни слова. И будущее этой трассы вызывает сомнения. Например, у оппозиционеров нардеп Сергей Левочкин посчитал, что при нынешних темпах автодороги в Украине будут ремонтировать 195 лет. Несмотря на то, что в этом году дорожникам выделили рекордные 17 миллиардов гривен из госбюджета, за полтора года в порядок привели менее 1% всех трасс. При этом к качеству работы есть вопросы. В то же время за такие сомнительные успехи в работе глава Украфтодора получил 900% на отбавки к зарплате, отметила Левочкина. Заложники бюрократов. В Черкассах почти 300 человек не могут вселиться в свои квартиры в новые высотки из-за недоразумения между застройщиком и контролирующими органами. И уже два года дом не могут сдать в эксплуатацию. Как выбраться из этих тисков, выяснял Станислав Кухарчук. В эту новенькую однушку сын Натальи с невесткой должны были заселиться еще два года назад. По крайней мере, так указано в договоре с заключенным застройщиками. В квартиру семья вложила все свои сбережения. 312 тысяч гривен. Но до сих пор документов на право собственности не получили. Чтобы оформлять квартиру, нам должен быть акт приема и передачи. У нас этого акта нет. В такой ситуации оказались все инвесторы в этом доме. 270 человек. Оказалось, застройщик никак не может сдать дом в эксплуатацию. Областная архитектурно-строительная инспекция нашла несоответствие в разрешительных документах. Люди удивляются. На стадии проекта никаких претензий у инспекторов не было. Речь идет о так называемом согласовании градостроительных условий. В областной инспекции распорядились его аннулировать. Представители фирмы по телефону нам сообщили, строительство велось под их контролем. И почему документ отменили, не понимают. В инспекции объясняют, аннулировали градостроительные условия, потому что фирма получила два разных согласования на один и тот же объект. Они не брали местобудивные условия на весь комплекс. Они взяли на частину, а потом взяли снова на частину, что законодательством не допускается. Ответственность за неправильно оформленные документы несет исключительно застройщик, говорят в областной инспекции. А вот в городском управлении архитектуры считают, что документацию можно исправить. И это порушение формы является основой для скасования. Может, дайте мне три дня, и я перераблю. Так, может быть, правильнейший будет. Сейчас управление архитектуры пытается обжаловать решение областной инспекции в суде. А пока идут судебные разбирательства, жильцам остается ждать окончания эпопеи, которая может затянуться не на один год. Станислав Кухачук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. Очередной случай ботулизма в Харькове. В реанимацию попал молодой мужчина, которому стало плохо после того, как он съел вяленую рыбу. Парню ввели вакцину, доставленную из Киева. Врачи говорят, что спасло то, что вовремя обратился. В магазине, где была куплена рыба, документов на товар не было. Его закрыли. Напомню, с начала года в Украине зафиксировали более 90 случаев ботулизма. Какое-то время не было вакцины. В июле с этим помогла ООН. Сыворотку передали нам бесплатно. Правда, всего лишь 25 флаконов. Проблему с закупками препаратов в Минздраве до сих пор так и не решили. Браконьеров с уловом крабов и креветок на 5 миллионов гривен задержали в Николаевской области. Это двое россиян и один украинец. Как сообщили в госпогранслужбе, граждане России проживали в Украине постоянно. Запрещенные орудия вылова, многометровые конструкции с сетей, пограничники и полиция нашли возле Очакова. В них было более 40 тысяч креветок и около сотни краснокнижных крабов. Их, кстати, выпустили назад в море сразу после того, как пересчитали. В Европе снова пожары. Горят лесные массивы в Греции, Португалии, на Корсике. Из опасной зоны острова эвакуировали около тысячи человек. В Португалии сейчас более 250 очагов возгорания. По всей стране власти обратились за помощью к странам ЕС. В Греции пожаров всего в 50 километрах от столицы. В городке Каламас из-за опасности распространения огня эвакуировали два детских лагеря. Полиция подозревает, что причиной некоторых возгораний мог стать поджог. Ищите судей. В Германии суды задыхаются от количества работы и нехватки рук. Вроде бы как людей не стало меньше. Кто засыпает жалобами немецких служителей правосудия, знает Татьяна Лагунова. В Германии срочно нужны судьи и новое помещение, где они могли бы заседать. Служители Фемиды не справляются со своей работой. И все из-за миграционного кризиса. Административные суды Германии завалены жалобами. От беженцев, которым Федеральное ведомство по делам миграции отказало в предоставлении убежища. Уже в этом, пока не полном году, если сравнивать с прошлым, количество ходатайств утроилось. В цифрах это выглядит так. Обжаловать решение миграционной службы сейчас пытаются почти 200 тысяч человек. Глава Союза немецких судей по административным делам уже обратился к правительству страны. С призывом срочно набрать дополнительный персонал. И выделить помещение для размещения новых сотрудников. А также упростить или иными словами ускорить процедуру рассмотрения жалоб. Не справляются с миграционными кризисами в Италии. Правда, там другая проблема. Итальянцы считают, что Евросоюз, который обещал справедливые миграционные квоты для всех стран организации, попросту подвел. И оставил страну наедине с кризисом. О том, что система квот по распределению беженцев не работает, заявил министр иностранных дел страны. А это значит, что все беженцы, которые прибывают в Италию по Средиземному морю, в Италии и остаются. В этом году страна уже приняла 100 тысяч человек. До конца года ожидают еще 200 тысяч. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Иран не отказался от своей ядерной программы, несмотря на соглашение с Западом. Об этом заявляет глава израильской внешней разведки МОСАД. По его словам, Тегеран усиливает влияние в сопредельных странах и сотрудничает с террористами. Чего опасаются в Израиле больше всего, расскажет Григорий Бадо. Иран с помощью террористических группировок пытается закрепиться в районах, освобожденных от исламского государства. И распространить влияние на Сирию, Ирак, Ливан и Йемен. Об этом говорится в докладе главы службы внешней разведки Израиля Йоси Коэна. О ситуации в регионе, которой он подал кабинету министров. В прессе стало известно, что отчет был посвящен главным образом именно Ирану. И как подтверждение слов руководителя МОСАДА, иранский парламент проголосовал за новые бюджеты для своей ракетной программы. Более чем в полмиллиарда долларов. И несмотря на соглашение между Тегераном и шестеркой посредников по иранской ядерной программе, Иран проводит новые испытания баллистических ракет. Ситуация такова. Везде, где исламское государство терпит поражение, территорию захватывают подчиненные Ирану группировки. И целые армии. Мы сделаем все возможное, чтобы быть на страже безопасности нашей страны. Лидер одной из таких подчиненных Ирану армий, ливанского движения Хизбалла, Хасан Насралла, отметил годовщину войны с Израилем новыми угрозами. Его речь транслировали по центральному ливанскому каналу, ведь появляться перед толпой он опасается из-за возможного покушения. Насралла в очередной раз объявил, что Хизбалла это единственная сила, которая может противостоять израильской угрозе. При этом не объяснив, зачем его армии сотни тысяч ракет и других иранских наступательных вооружений. Со времен Второй Ливанской войны мощь Хизбаллы выросла в сто раз. И Израиль сделал вывод, что война с нами не стоит жертв и предпочитает избегать новых столкновений. Тем временем, премьер-министр Израиля требует внести поправку в основной закон, чтобы объявление войны или решение о начале военной операции не требовало согласия большинства членов правительства. В Министерстве юстиции объясняют, такая поправка убережет от споров, когда каждая минута важна для успеха военной операции. Григорий Баду, Алиса Неверовская, Ближневосточное бюро, телеканал Интер. Британцы останутся без Биг Бена. Часы завесят, а куранты будут бить лишь по самым важным поводам. С чем это связано, знает Алексей Пшемызский. Он в Лондоне. Биг Бен замолчит на 4 года, однако вскоре зазвучит с новой силой. Главную достопримечательность британской столицы планировали закрыть на ремонт еще в начале года, однако решили дождаться конца лета, когда будет меньше туристов. Инженеры переберут механизмы и почистят от ржавчины стрелки часов. Укрепят и башню Елизаветы, которую и украшают известные во всем мире часы. Изначально Биг Бен планировали остановить лишь ненадолго, однако власти решили, что бой курантов будет травмировать слух рабочих, ведь его колокола бьют с такой силой, что даже на земле рядом ощущается вибрация. На время ремонта часы завесят, а снаружи башни установят лифт, чтобы поднимать стройматериалы. Его сооружение уже началось. Для многих туристов строительные леса и рабочие в жилетках стали неожиданностью. Но он не в лучшем виде, не правда ли? Но ведь вершину все равно видно, так что не страшно. Мы рады, что удалось увидеть его сегодня. Думаю, нужно провести эти работы. Конечно, он не так смотрится, но такому старому зданию явно нужен ремонт. Будет хуже, если он упадет. А мы все равно сделали отличное фото. За 158 лет с момента открытия Биг Бена часы останавливали лишь дважды. В 1976-м, когда из-за усталости металла упал один из грузов. И в 2007-м на короткое техобслуживание. Нынешняя реконструкция пока самая грандиозная. Британцам работы обойдутся в 29 миллионов фунтов. Обещают, что башня приобретет и новую цветовую гамму. Но вот что инженеры исправлять точно не станут, так это трещину в одном из колоколов, образовавшуюся еще в 1859 году. Считается, что именно она причина фирменного звучания Биг Бена. Из Лондона Алексей Пшемыски, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Как выглядит Формула-1 на газонокосилках? Зачем НАСА хочет уничтожить собственный зонт? И почему производителей айфона ждут плохие новости? Об этом и не только в нашем обзоре. 12-часовая гонка на газонокосилках состоялась в Великобритании. Все в лучших традициях Формула-1. Дозаправка, замена колес, экипировка гонщиков. Для безопасности с болидов сняли рабочее лезвие. И хотя трассу размыло дождями, почти вся техника выдержала. В Британии гонки на косилках – одно из традиционных развлечений. Сезон 2017 стартовал в мае, а последние заезды в этом году проведут в октябре. Исследовательский зонд Кассини впервые приблизился к Сатурну. Пролетел на расстоянии 1600 километров над облаками. До сих пор ближе подойти не удавалось. Это первое из запланированных сближений аппарата с Сатурном. Если все удастся, зонд пришлет на Землю уникальные данные о химическом составе планеты. А пока аппарат кружит вокруг гиганта, между верхними слоями его атмосферы и кольцами. Если все пойдет по плану НАСА, в сентябре Кассини ждет драматический конец. Он войдет в атмосферу Сатурна и сгорит. Только 11% респондентов готовы купить новый iPhone 8, если он будет стоить свыше 1000 долларов. Британский банк Buckley's, инвестор Apple, провел соцопрос и выяснил, что большинство потенциальных покупателей согласны потратить на гаджет не более чем 600 долларов. Появление восьмерки с нетерпением ждут лишь 11% опрошенных. Это плохая новость для компании. Но есть и хорошие. 85% респондентов все же готовы заплатить больше, если новые телефоны позволят удешевить мобильную связь. Презентация iPhone 8 планируется осенью. Предварительная цена гаджета – 1200-1400 долларов. Когда не справляются люди, на помощь приходят слоны. В Непале эти животные спасли от потопа сотни жителей. Из-за сильных ливней, которые не прекращались 4 дня, многие непальцы и туристы оказались отрезаны от внешнего мира. Спасатели эвакуировали их на плотах и слонах. Все животные – из местного национального парка. Они спокойны, послушны и привыкли к людям. А вода им даже нравится. На Кубе отметили 91-ю годовщину со дня рождения бывшего лидера страны Фиделя Кастро. В столице Гавани власти организовали несколько концертов, выставок и презентацию книги о Фиделе. Об этой дате кубинцам напомнили газеты и баннеры по всему городу. Умер Фидель Кастро в ноябре прошлого года. Это все новости на сегодня. Легкой вам недели. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин